Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И сегодня я хотел бы поговорить о методике MMPI. Очень интересная у нас история с этой методикой возникла. Мы изготавливаем нашу продукцию партиями, заказываем от 10, 15, 20, иногда до 50 методик сразу кучей. Когда идет у нас большой какой-то заказ, много людей. И вот у нас была поставлена нам очередная партия 50 методик MMPI. На своих экранах вы сейчас видите полный комплект одной из методик. Она должна была поехать к одному из коллег. Девушка заказала у нас эту методику, но она почему-то решила от нее отказаться. Я снимаю это видео отчасти для нее, отчасти вообще для всего нашего уважаемого психологического комьюнити. Как это выглядит, хочу показать. Во-первых, хочу сказать первое. Существует в природе три варианта методики MMPI. Первый MMPI это вариант MIL, методика многостороннего исследования личности по Березину. Вот он здесь сейчас представлен. Существует вариант SMIL. Это вариант Людмилы Николаевны Собчик на 566 утверждений. Он у нас тоже есть, но в данном случае речь идет о MMPI SMIL Березинскому на 377 утверждений. Вариант MIL является клинической методикой. То есть, если SMIL Собчиковский, он рассчитан в большей степени на норму и оценивает норму с ее какими-то отклонениями, то MIL это исключительно патология, это клиника, это нарушение личности человека. Ну и существует третий вариант, о котором даже стыдно упоминать, это так называемый MINIMULT на 71 вопрос, утверждение. Мы о нем даже разговаривать никогда с вами больше не будем, потому что эта методика не работает. Доказано это лет 20 тому назад. MINIMULT использовать нельзя. SMIL использовать можно, но не для выявления патологии. А вот MMPI MIL по Березину на 377 утверждений является как раз тем самым классическим вариантом MMPI, который можно использовать во всех сложных каких-то диагностических случаях. Не просто балуясь, не скажу, что можно баловаться с MIL Собчиковским, но он менее такой надежный, валидный. Все-таки Березин есть Березин. Это классика, это лучшее, что есть сейчас, это лучшее оружие психолога. Другого ничего нет. Ни одна другая методика, не методика 16-факторный личностный опросник Котелла, в которой по сути работают 4 шкалы, не какие-либо другие методики, нервно-психическая устойчивость. Еще, еще, еще в качестве количественных методик даже рядом не стояло вот собственно MMPI по версии Березина MIL. Давайте я сейчас попробую вам показать, что содержит в себе этот комплект. И вы увидите, что пожалуй во всей России лучшего вы не найдете. Открываю его, такая полная толстенькая папочка, и достаю все, что есть в этой папочке полностью, полный комплект. Уберу ее в сторонку, но сразу же покажу наш бренд, QR-код с нашими данными реквизитами. И вот так вот это мы получили из типографии. Первое, что мы с вами здесь видим, это стимулим материал методики на 377 утверждений. Так вот это выглядит. Я думаю, что мы с вами еще неоднократно будем возвращаться к этой методике. Вопросов по ней задают много достаточно. Но это лучшая из лучших методик, без нее не обходится ни одно какое-либо исследование, серьезное пато-психологическое, эпи и так далее. Соответственно 377 утверждений, инструкция и стимульный материал. Вот такая вот брошюрка. Это стимульный материал методики. Идем дальше. К этой методике, и пожалуй это вообще уникально в некотором смысле, поставляется 4 интерпретации. Они не особо отличаются друг от друга. Хотя о чем я говорю, они конечно отличаются друг от друга. Вообще у нас их в лаборатории 5 интерпретаций. Пятая нами не поставляется с этим вариантом методики. У нас есть интерпретации Людмилы Николаевны Собчик. Но речь в этом случае конечно уже идет о методике СМИЛ, Собчиковском. Варианте этой методики. С Березиным, вот этой самой лучшей методикой, поставляется 4 интерпретации, которые дополняют одна другую. В данном случае вы видите формализованную интерпретацию. Так вот это выглядит. Не буду пока вдаваться в подробности. Мы сможем с вами поговорить об этом в других каких-то видео. Здесь формализованная интерпретация, так называемая классическая интерпретация. Отложу тоже в сторону. Далее интерпретация с клиническими примерами. Вот обратите внимание ММПИ 377 с клиническими примерами. Она чуть-чуть потолще, чем вот эта формализованная. То есть даже в названии видно, что вот это некая такая выжимка из фундаментальных основ интерпретации по ММПИ. Здесь описаны те же самые шкалы с клиническими примерами, с нозологиями. Очень все качественно и хорошо. Далее. Самая главная, самая основная интерпретация. Это интерпретация Березина-Мирошникова. Методика многостороннего исследования личности в клинической медицине и психогигиене. Это самая толстая интерпретация. И здесь в ней все необходимые графики, диаграммы. Полная, можно сказать, интерпретация. Максимально мы ее знаем наизусть. Все психологи ее знают наизусть. Приведен классический пример бланка пересчета по женщинам из сырых баллов. Т-баллы. Здесь по женщинам. Здесь по мужчинам. Открываются и не скрываются никакие тайны. Приведены таблицы Т-баллов. Вы не найдете их ни в одном сборнике в интернете. Пересчеты первичных баллов в Т-баллы. Вот так вот выглядит все необходимые формулы. И наиболее полное на данный момент понимание того, что представляет из себя методика MMPI и те результаты, которые она демонстрирует в процессе обследований каких-то. Весь мир цивилизованный и англоязычный переходит на MMPI-2. В частности, атомную область, отрасль в Америке, она занимается уже MMPI-2. Но у нас Березин. Березин это наше все. То есть это тот автор, который всю жизнь занимался, и у него вышла последняя книга. Он, к сожалению, уже не с нами. Соответственно, последнее его издание, оно в этом материале отражено. Полная информация о методике MMPI. Как рассчитать результаты Т-баллов вручную. Но их не надо высчитывать вручную. Можно сказать, что все автоматизировано. Существуют ключи. Ну вот сейчас вот я покажу вам. Кроме того, в комплекте с этой методикой идут так называемые нормативы. В данном случае это нормативы по мужчинам. Мы здесь с вами видим среднее значение по каждой из шкал. ЛФК и 10 основных шкал. Тут 3DP. Как бы шкалы достоверности ЛФК. Ложь, достоверность, коррекция. И 10 основных шкал. Здесь рассчитанные нормативы. Границы, диапазоны, нормы. Они существуют как для мужчин, так и для женщин. Вот на обратной стороне у нас для женщин. Эти самые нормативы. Отдельный вот такой вот заламинированный файлик. Далее. Я показал вам только 3 интерпретации. И здесь вот у меня девочки в свое время, лет 5-7 назад, сотрудницы, они подготовили вот такую крайне облегченную, упрощенную версию. То есть она тоже вот так вот заламинирована с двух сторон. И тут абсолютная выжимка. Просто чтобы если... Ну, вообще существует две точки зрения на ММПИ. Одна гласит о том, что ММПИ можно забыть. И это точка зрения психологов. И существует точка зрения психиатров. О том, что ММПИ нельзя забыть. Психиатры говорят, ну, что тут непонятно. Вот 13 шкал, значит, 3 шкалы достоверности, 10 шкал основных шкал. Что тут можно вроде забыть. Вот диапазоны 30-40, 30-40, там и так далее. 60-70 показателей. Все ясно и понятно. Но психологи понимают, конечно, что все гораздо сложнее. Но, девочки, такую интерпретацию у меня подготовили, выжимку. И она у них просто вот в ящике рабочего стола лежит. И, соответственно, если вдруг они что-то засомневались, с кем-то, значит, решили поспорить. Вот такая выжимка. На одном листочке формата А4, заламинированная. Все красиво. Не запачкается. Можно использовать десятилетиями. Краткая выжимка из интерпретации. Просто как памятка, скорее всего. Значит, далее. Что тут интересного идет? То, о чем я говорил отдельно. Идут два вот таких вот заламинированных листа Т-баллы женщины и Т-баллы мужчины. Вот такие вот они два. Это самая важная информация. Как пересчитать сырые баллы, полученные по результатам ответов испытуемого. Как пересчитать в Т-баллы. Компьютерная программа, которую мы поставляем, делает это автоматически. Но расчет достаточно утомителен. Но, одним словом, это механическая обработка результатов. Перевод их из сырых баллов в Т-баллы. И, соответственно, мы помним с вами, что там есть такая удивительная штука. Называется шкала коррекции в ММВИ. Вот здесь вот она представлена. Ее расчет. Как рассчитать Т-баллы с учетом шкалы коррекции. То есть мы получаем сырые баллы. В дальнейшем мы их пересчитываем в Т-баллы. А некоторые баллы в данном случае, шкала 1, шкала 4, шкала 7, шкала 8 и шкала 9, они еще дополняются информацией из так называемой шкалы коррекции. В методологии это все подробным образом описано. Но кто с этим работает, поработав там несколько дней, там недельку, начиная как с таблицы умножения. То есть разбуди в любой момент, он тебе скажет, как посчитать Т-баллы по методике ММВИ с учетом шкалы коррекции. Как соотнести все эти данные. Здесь все это подробнейшим образом описано. То есть переводим в Т-баллы, учитываем шкалу коррекции. И самое интересное наше производство. Давайте перейдем к этим штучкам. Покажу вам одну из них. В данном случае мы с вами видим ключ. Всего их 14. Как так вы спросите меня, почему ключей 14? Шкал 13, а ключей 14. Мы имеем 3 шкалы достоверности, плюс 10 основных шкал. Итого получается 13 ключей. И соответственно мы дополняем еще 14 шкалу. Это шкала 5. Это шкала мужественности, женственности или мускулинности, фемильности. Как угодно ее можно называть либерально, нелиберально. Шкала гетеросексуальности, мускулинности, как угодно. Вот эта шкала в данном случае лжи. Соответственно мы с вами берем... Давайте я вот это отложу пока в сторонку. То есть другими словами мы здесь с вами видим 14... Тут еще что-то у нас. Ага, это самое интересное. Здесь 14 ключей. Как мы с ними работаем? Работаем мы с ними очень просто. У нас есть стандартный бланк ответов. Вот так вот он выглядит. То есть заполняется, обратите внимание. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, возраст, полуиспытуемого обязательно. И дата обследования. Соответственно стандартный бланк ответов. Специалист после завершения обследования, когда уже испытуемый ушел, соответственно может взять эти ключи. Вот у нас шкала L, шкала лжи. Они точно совпадают. Эти ключи. Вот так вот они совмещаются, накладываются. И соответственно специалист может посчитать количество ответов, совпадающих. Вот на свет я надеюсь видно, вот с этими квадратиками по шкале лжи. Они совпадают со шкалой лжи. Соответственно подсчитывается общее количество ответов в сырых баллах. И вот здесь на бланке ответов опять же они подсчитываются. ЛФК, шкалы достоверности. И далее пошло истерии, ипохондрии, депрессии, истерии, психопатии, мужественности, женственности, паранойи, психостении, шизофрении, мании и соответственно интроверсии, экстраверсии. Ну и кроме того рассчитывается показатель F-K. То есть шкала достоверности минус шкала коррекции. Соответственно подсчитали результаты по первому ключу. Берем второй ключ, какой он у нас тут должен быть, шкала F. Совершенно верно, достоверности. Также накладываем его на бланк ответов. И вот так вот совмещаем. И вручную подсчитываем собственно сырые баллы. Записываем. То есть взяли, подсчитали, здесь на бланке ответов записали. Все, получили сырые баллы. Далее вступает в действие. Это у нас бланк ответов. Отложим в сторону ключи. Я думаю, что я еще буду возвращаться к ним. Они очень качественно выполнены типографским способом. Напечатаны на прозрачной пленке и плюс ко всему еще заламинированы. Чтобы они не потерлись. В общем тоже рассчитаны до конца жизни специалиста, который будет ими пользоваться. Мы даем пожизненную гарантию на свои методики. Если сделано, то сделано. Одним словом, подсчитали количество сырых баллов, а затем берем бланк фиксации. Это бланк фиксации результатов, бланк ответов. А здесь у нас график построения. И то, что мы с вами здесь видим. Мы здесь с вами откладываем сырые баллы. Дополняем их с учетом шкалы коррекции. Пересчитываем в тэп баллы благодаря таблицам. И получаем соответствующий график, который мы можем соотнести с нормативами, которые я вам тоже уже в этом видео показал. Можно считать вот на этом. Мы делаем это так. Вот на этом бланке. Это тоже идет в комплекте. Девочки у меня подсчитывают результаты по этому бланку. Тут очень удобно, четко и понятно. Взяли. Вписали вот сюда сырые баллы. Ниже вписали т баллы. Мы подсчитали сколько будет F-K с учетом шкалы коррекции и так далее. Получаем график. Но есть вот такой классический график MMPI. Вот здесь вот женщины. Ну и пускай будут женщины. Соответственно можно не заморачиваться. Это уникальность всего. Мы не делаем никакой тайны. Мы соответственно поставляем график оригинальный уже с учетом отсчитанных тэп баллов. Редко кто такое делает. Вообще я не знаю таких поставщиков. Здесь уже все пронумеровано и сразу можно проставлять баллы. Также прописываются сумма по сырым баллам. Вот здесь вот коррекция и сумма плюс коррекция по еще нескольким шкалам. По пяти шкалам в частности. То же самое мы видим на обратной стороне для мужчин. То есть можно использовать вот этот график. На мой взгляд более наглядный. А здесь для упрощения подхода это классический график MMPI. На обратной стороне тут буковка M стоит. Только для мужчин. Ну и соответственно другие тэп баллы отмечены. С этим все понятно. И с ключами тоже все понятно. И последний значит мы еще что делаем. Поставляем тоже не стесняясь. В интернете их очень сложно найти. Здесь вот у нас ключи по шкалам MMPI. Отдельный такой вот заламинированный файлик. Он как бы идет тоже непосредственно с ключами. Чтобы психолог знал где какие шкалы. На что они работают. Ну предположим там вопрос 265 работает на шкалу F. То есть на шкалу достоверности. Ну и кроме того сами ключи. Как бы двойные ключи получаются. Ручную обработка. И с помощью вот таких вот ключей. Пожалуй на этом все. Много всего. Много всего. Ну и я вернусь к нормативам интерпретации. Самое главное что мы поставляем это наши нормативы. То есть получили результаты. И можно на них опираться. Значит в оценке тех или иных личностей. Людей. Пациентов. Пожалуй на этом все. Я думаю что я еще не раз остановлюсь на этих вопросах. Еще буду показывать. Рассказывать обо всем этом. Я лишь хотел показать то. Что получает специалист в полной. Если бы 20 лет назад. Когда я только закончил университет. Институт. Мне бы кто-то такое предоставил. Я бы прыгал бы до потолка. Потому что приходилось все искать. Черти где. От Москвы. От Москвы до Владивостока. Искать. Приобретать эти методики. И соответственно разбираться. Потому что ну понятно. ММПИ выдали в институте. Это классика. Выходишь из института. Тебе вручают ММПИ. Соответственно. Ну другие какие-то методики. Приходилось докупать самостоятельно. Если бы кто-то мне предложил такое. Я повторюсь еще раз. Это было бы просто великолепно. Замечательно. Удивительно. Если бы кто-то мне вот такой пакет целиком. Со всеми ключами. Со всеми значит нормами. Нормативами. И так далее. Мне предоставил в то время. На этом все. Пожалуй. Благодарю вас за внимание. И удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok.